всем здравствуйте кто-нибудь к нас уже видит да уже нас кто-то видит все замечательно так ну сейчас система да повестит и кто захочет тот нам присоединиться всем здравствуйте с нами Наташа Коклюгина город Ростов-на-Дону школа Екатерины Мирошниченко каждый четверг мы проводим прямой эфир с двух часов до примерно до трех часов и дизайны наши называются быстрыми дизайнами да как можно использовать всевозможные декорации чтобы делать из них быстрый дизайн это так чисто для вас как бы варианты да которые можно быстро сделать которые не нужно сильно много думать можно использовать все подряд гель-лаки которые у вас есть под руками или гелевой краски которые у вас давно лежали застоялись и так далее вот значит по поводу цвета это будут совершенно любые цвета по поводу декораций которые мы будем сегодня с вами использовать это будут декорации которые вышли буквально недавно это буквально несколько шармиконов и несколько нелдрессов те кто знакомы с продукцией Эми знают, что каждый сезон, весна, осень, всегда выходят новые декорации. И эта осень не исключение. Уже середина сентября. Не знаю, как у вас. У нас в Ростове, в принципе, были, конечно, прохладные денечки, но сейчас яркое солнышко, голубое небо и, конечно же, еще такое, знаете, как остаток лета немножечко еще. Вот. Ну, и тем не менее, в средней полосе России, в западной, восточной Сибири, на Дальнем Востоке и так далее, конечно же, уже более такое холодное время года. И я не думаю, что для кого-то, я сделаю, сейчас открою Америку, что когда наши клиенты приходят к нам, к мастерам, и делают ногти, то, конечно же, цвета выбирают соответствующие временам года. Вот. Ну, а декорации, листочки, все тут здороваются, здравствуйте, здравствуйте. Значит, ну, а листочки, веточки и так далее, конечно же, неотъемлемая часть всех осенних дизайнов. И вот, например, смотрите, шармикончик номер 222, листопад. Смотрите, какие красивые листики золотые, черные, то есть на любом цвете будут очень хорошо видны. Очень интересный вариант шармиконов 221, настроение. Здесь всякие слова, выражения и так далее. Вы знаете, мне так понравились. Во-первых, они очень мелкие, и как бы, знаете, так, все по уму, все такое добренькое. Релакс, не верьте, я еще хуже. А, не верьте слухам, я еще хуже. Пришла суета и так далее. Или миленько, будешь много знать, расстроишься, создан для любви и так далее. Ну, такие, знаете, прикольные такие. Но мне, например, нравится, что они очень мелкие, и ими можно дополнять любые дизайны. И очень часто говорят, видите, вот, например, раз, релакс, и листочек. Или там, допустим, сделано из чуда. Да, там буквально вот какая-то маленькая фразочка очень сильно осовременивает дизайн. Так, листочки. Так, что у нас тут еще какое есть, например? Счастье в каждой минуте. Вот, например, видите, можно тоже на любом цвете создать такую красоту. Так, это, значит, шармикон номер, так, для общего развития, 221-й, настроение. Так, теперь вот такой новый красивый шармикон. Вообще, блин, вот по уму здорово сделан. Очень много, знаете, как бы вариантов шармиконов есть такие вот классные. Какие-то используются с листочкой, какие-то нет. Вот я вас уверяю и заверяю, что вот этот шармикон со всякими вот такими полосочками разделительными и так далее, номер 224, он у вас уйдет целиком и полностью. Как бы все абсолютно картинки, все уйдут в дизайн. И очень просто круто смотрится. Вот, и еще один очень интересный, такой вот красивенький. Я, если честно, когда сидела, делала к эфиру дизайны, и настолько хотелось все использовать, настолько и не получилось все использовать. Вот, потому что он на самом деле можно использовать абсолютно все. Вот даже просто вы приклеите посередине ноготочек, это будет смотреться как украшалка. Еще вставите куда-нибудь в серединку камушек, и будет очень круто смотреться. Вот, значит, это шармикон номер 223, бахо. Бохо или бахо? Интересно, бохо или бахо? Ну, короче, очень красивые штучки-дрючки. Вот так обзовем его. Так, ну и четыре нелдресса. Все очень просто. Так, смотрите, 92-й осенние листья. Вот, это, знаете, шармикон можно прям взять и на всю осень. Я не знаю, вот я уверена, что мне даже не хватит на всю. Это придется, наверное, парочку взять. Вот, и как бы, вот опять же, смотрите, на любой цвет, они на плотном цвете. То есть, как бы, они, даже если вы на темный цвет прикрепите слайдер, так как у них в основе все равно лежит белая основа, и поэтому они будут смотреться и видны будут на любых цветах, и на светлых, и на темных в том числе. Так, итак, нелдресс «Осенние листья». Интересный такой усипусечный для любителей мимимишности всяких, знаете, прогулка в лесу. Ну, я себе трудно представляю себя зайчиком на пальцах, да, где-то зайчик в районе черного френча. Ну, наверное, может быть, и может, имеет смысл попробовать. Ну, мне больше интересны здесь веточки. Когда будут в эмешок? Вот. Девчат, ну, я думаю, надо смотреть, потому что они сейчас уже появились во всех школах. Я уже много видела инструкторов, которые делают такие, ну, дизайны именно с этими нелдрессами. Я так думаю, что, может, даже уже есть. Ну, по крайней мере, нас потихонечку подсматривают менеджеры, и я думаю, что они каким-то образом урегулируют. А что можно с зайчиком сделать? Да все, что угодно. Просто разделите ноготь на две части. Какую-нибудь красивую цепочку посредине в виде шермикона, а на второй надпись там «Счастье в каждой минуте». Вот видите, вот, например, вот здесь «Счастье в каждой минуте». А тут, например, будет зайчик сидеть. И я вас уверяю, для девчонок, для молодых, вообще, как бы, это будет прикольно смотреться. Вот. Надо просто вот потихонечку, знаете, буквально там намотать на ноготь какой-нибудь там спайдер, гель, и зайца прилепить сверху с какой-нибудь надписью. Вот. И все будет, как бы, смотреться круто. Итак, это, значит, у нас получается прогулка в лесу. Ну, мне больше интересно, здесь вот именно ветки. Ветки, листики и так далее. Они, как бы, на плотной основе, поэтому, как бы, видны на любых цветах. Так, ну, любителей мистики. 97-й нелдресс – это тут, конечно, всякие амулеты. Солнце, луна, змей и так далее. И я точно знаю, видела неоднократно. Есть у меня знакомые девочки молодые. Ну, прям реально, вот, все подряд. Берут светлый фон, делают, и прям вот все подряд все слайдеры прикрепляют. Слушайте, смотрится прикольно. Реально прикольно. И даже где-то вообще, даже думаешь, господи, настолько банально все просто. На светлом фоне натыкано везде. И, как бы, сейчас нет. Вот Светлана пишет, ну, шоп. Я думаю, сейчас вот менеджеры должны будут нам подсказать, когда это все появится. Вот, их не так много на самом деле. Так, и, значит, мистика, да, на любой светлый фон. И очень интересный вот такой вот вариант гипноз. Гипноз, ну, тут можно резать, выкраить, выкраивать. Нерезря же называется такая декорация наилдресс, да. Одежда для ногтей. Можно не обязательно на весь ноготь. На полноготочка, на одну четвертьноготочка, пополам разделить. К нижнюю часть ноготочка приклеить. Верхнюю не стоит. Или направо-лево разделить. В одной части есть орнамент, в другой нету. Разделительная полоса в виде какой-то золотой цепочки. И будет круто смотреться. Так, ну, все. Мы сделали обзор. Знаете, я все время думаю, надо показать быстро пять минут. И все, и продолжить. А на самом деле не получается. Потому что даже очень жалею, что, знаете, как обычно. Ну, ладно, сейчас сяду нарисую, сейчас сяду нарисую. Можно безостановочно, короче. В основу, девчат, взяла гель-лаки, которые были у меня в этот момент под руками. Значит, взяла я гель-лаки, которые у нас относятся к набору. Сейчас, крышку закрою. Вот так, опс. Мой импульс. Знаете, такой вариант гель-лаков, которые, ну, цвета в этом наборе могут плавно переходить из лета в осень. Я подпрыгнула со стула, салфеточки достала. Так, значит, цвета, да, возвращаюсь, задумалась. Значит, цвета из коллекции «Мой импульс» возьму по основу. Здесь есть желтый, зеленый, голубой и так далее. Когда делала варианты с голубым цветом, девчат, очень сильно напомнила, знаете, какой цвет? Цвет джинса, да, джинсовые брюки джинсовые, наши юбки, пиджаки джинсовые и так далее. Триста шестьдесят пятый цвет. Так как, например, вот после лета, как правило, переходят в одежду джинсового, да, такого расцвета, именно джинсовые одежды. Вот. Получается, что, в принципе, если на ноготочках где-то будет такой вот цвет под джинсов, будет очень круто смотреться. И на самом деле делается элементарно быстро дизайн. Ну, я даже думаю, что вот тут вот, когда смотришь на дизайн, его можно просто тупо расшифровать. На голубой цвет добавили белый гель-лак, спайдер-гелем ограничили границы, да, и добавили, например, гель-лачок какой-нибудь с крапушками, с такими, которые олицетворяют перепелиные яйца, да. И вот, и как бы наклеечка плюс слайдерочек в виде листиков, и дизайн готов. Или вот здесь, например, допустим, верхушка голубая, низ белый, все. Дальше вы прикрепляете, релакс, это, девчат, шармикончик, да, наклеечка, разделительная полоса, шармикончик. И слайдеры вот прикреплены на белый фон. Смотрите, как получается прикольно, да. И вот смотрите, вот эта верхушка, вот эта верхушка, она, вижу, ведь может быть любого цвета. Если вам нужно под какой-то зеленый наряд, вы можете зеленую верхушку сделать и белый, да, кончик. Можете сделать желтую верхушку, белый кончик. Вы можете сделать оранжевый и так далее. Это мы говорим про цвета, которые относятся к набору «Мой импульс». А также любые другие цвета, которые есть у вас под руками. Или, например, вот такой дизайн, да. Видно, вот использовано два цвета плюс спайдергель. Вот, то есть, как бы, это тоже, как бы, совершенно несложно сделать. И не только с красным, желтым цветом, абсолютно с любыми цветами. Я хотела быстро найти сейчас спайдергель под руками. Не вижу, но я думаю, что все равно в процессе сейчас будем делать, потихонечку все найдется. Так, теперь, дальше, например, какой, например, ну вот желтенький, да, можно просто буквально на полноготочка мазнуть плюс листик. Или вот белый верх, на нем листик черно-белом цвете, зелено-зеленым, допустим, цветной листик. Между ними такая разграничительная полоса. Я нарисовала ее гелевым краской черной тюльпаны, отпечатала фольгу. В принципе, тут вообще нету, как бы, сложных дизайнов. Вот, ну, давайте с чего-нибудь начнем. Так, вот я спайдергель нашла. Давайте, например, в основу возьмем сейчас какой-нибудь бежевый оттенок. Сейчас я одену перчатку на руку. И даже, наверное, может быть, не одну. Так, и, значит, возьму в основу какой-нибудь бежевый оттенок. Ну, я люблю очень, кто, например, видел несколько мастер-классов, я обычно в виде основы всегда беру 151-й. Это очень красивый гель-лак, он бежевого цвета и с мелким шиммером. Очень красиво смотрится. Итак, за основу возьму. Так, я сейчас чуть-чуть подстроюсь под камеру, иначе ничего не видно. Так. Вышать-то и дело. Все, и поехали. Чуть-чуть выше камеры, он не вижу. Из-под камеры практически ничего. Так. Вот. Теперь и вам видно. Я надеюсь, по крайней мере, и мне тоже видно. Так, все, поехали. Итак, 151-й гель-лак. Просушиваем 30 секунд. Так, теперь возьмем из коллекции мой импульс, например, красненький цвет и желтенький цвет. Да, 366-й и 370-й. Так. Например, не будем до конца доводить красный цвет. Ну, во-первых, при отрастании не будет сильно бросаться в глаза. А вот так вот кусочек оставим непокрытым. Выведем на уголочек. Мы говорим же про быстрые дизайны, правильно? Поэтому никаких специальных приспособлений для покрытия не использую. Прямо кисточка из флакона. Так. И вывожу красный гель-лак вниз. И еще, наверное, чуть пониже сделаю. И вот так под уголочком опущу. А сюда добавить можно какой-нибудь любой другой цвет из этой же коллекции. Ну, например, я воспользуюсь там желтеньким цветом. Пока просушу. Просушим 30 секунд и добавим наш пустой уголочек. Например, желтый оттенок. Так, добавляем. Знаете, такая мозаика будет. Все остальные пальчики на руках в этот момент могут быть покрыты абсолютно любым цветом. Либо все красные, да, вот такой вот коралловый цвет, либо желтые. Либо скомбинировать и добавить еще какой-нибудь оттенок. Так, ну вот так я сделаю. Не буду сильно ровно тут ничего выводить, никакие углы, потому что все остальное дело сделает мне спайдергель. Просушиваем. Так, с помощью спайдергеля будем отделять границы. Просушили. И теперь аккуратненько. Так, давайте я так немножко подвину. И вот аккуратненько туда-обратно можно, можно вокруг пальчика. Потом просто с валиков уберете влажной салфеткой, например, ненужный гель. На самом деле, знаете, как бы, когда вы пользуетесь спайдергелем, девчат, все равно испачкается кожа вокруг пальцев. Каким бы четкости нету, сказали девчонки. Надеюсь, это просто, видимо, концентрируется внимание. Вот так, если мы сделаем. Простите, это... Ага. Так, значит, пытаюсь сориентироваться, а еще отсвечивает. Хочется все сразу и почитать мне, и ответить. Так, отделила, например, верхнюю часть от нижней. Так, теперь отделяем вот этот желтый квадратик от красного. Так, я тихонечко вытяну. Так, можно вот так остановиться и вниз. Остановиться и вниз. Можно выйти немножко за пределы желтого цвета. Вот таким образом. Все. Так, ну и можно куда-нибудь еще добавить несколько ниточек. Хуже не будет абсолютно. Это же будет на заднем плане. Давайте вот так немножко. Раз, два. И вот сюда немножко. Ну, я начинала говорить о том, что в любом случае кожа, конечно же, испачкается. Ничего, ну не будет вообще идеальной чистоты, конечно же. Хочется, чтобы было чисто, но не будет. Знаете, все равно придется как бы... Все дело практики. Подсушиваем. Так. И готовим варианты слайдеров, которые будем прикреплять. Ну, возьму вот из такого, да, который вот осенние листья. Можно все подряд резать. Я даже, знаете, не буду сильно сейчас напрягаться в том плане все подряд, потому что я пока делала образцы, вот у меня остались остаточки. Вырежем прямо отсюда каких-нибудь сейчас листиков. Будем использовать все, что в руки попадется. Давайте, например, вот такой вот вариант. Убираю лишнюю бумагу. Ну, как знаете, как бы никакой информации не несет в себе, поэтому абсолютно не надо прям подробно вырезать. Абсолютно ни к чему. Но, как бы убирая лишнюю бумагу, у вас будет меньше всякой пленочки там на поверхности. Так, вот такую веточку можно. Так, давайте еще какую-нибудь. Так, давайте вот такую еще вырежу. Так, видно, не видно на экране. Так, ну и в принципе, в принципе, давайте, наверное, все. Можно что-нибудь поместить. Ну, я вырежу на всякий случай. Поместится замечательно, не поместится не надо. Я как-то тоже вот мастер-класс проводила, и иногда пишут, что... Сейчас я, девчат, буквально салфеточкой намочу водичкой. Вот покину на секундочку экран. Сейчас пока вы посмотрите, что мы делаем. Когда уже проводила мастер-класс как-то, и многие пишут, что, типа, очень много, наляписто и так далее. На самом деле, знаете, как бы у всех, конечно же, какое-то свое мнение на этот счет складывается, когда много всего. Но мы говорим с вами про дизайн на одном пальчике, ну максимум на двух, да? И поэтому к вопросу наляписто-неналяписто, нужно на одном пальчике, если акцентировать внимание, я считаю, что, в принципе, нормально, как украситься, как один палец. Вот. Но мы больше рассматриваем всякие технические, конечно же, вопросы, как закрепить, как прикрепить на поверхность тот или иной, допустим, там, в ту или иную декорацию в виде наклейки или, допустим, там, вот как переводной картинки. Поэтому чисто соединяем разные техники и хочется в один пальчик, в один вариант дизайна впихнуть все, что вокруг, вот знаете, вот лежит, хочется и то, и это, и так далее. Так, значит, вот здесь, например, на красную часть ноготочка мы с вами прикрепим много-много всяких разных листиков, а вот на эту желтую часть, которую мы выделили, мы как раз-таки наклеим какой-нибудь шармикончик в виде какой-нибудь ненавязчивой надписи. То есть, соединим в одном дизайне два разных, две разных декорации, да? Итак, для того, чтобы прикрепить слайдеры, конечно же, мы воспользуемся слайдер-топом. Слайдер-топ. Если у вас слайдер-топа нет в наличии, можно воспользоваться жидкой базой и под слайдер нанести тоненький слой жидкой базы. Так, и, значит, мы тонким-тонким-тонким-тонким слоем, вот здесь на красной части ноготочка, вот здесь у меня будут слайдеры, да? Здесь буквально будут просушивать 10-15 секунд, и то же самое вы с базой. Все видно. Это хорошо. Так, слайдеры у меня готовы, и теперь мы их будем сейчас располагать на нашей красной территории. Смотрите, можно в разных направлениях, видно? Такая веточка, такая веточка и так далее. Девчат, еще раз повторю, вместо красного цвета, кораллового цвета, да, такого оттенка, можно, это может быть какая-то зеленая, да, допустим, там какой-нибудь сиреневый фон, фиолетовый фон. Абсолютно любые цвета, которые у вас есть под руками. Так, ну а мы с вами начинаем прикреплять в разных направлениях наши всякие вот такие веточки. Давайте вот так, например, сейчас я вот так, оп, вот отсюда листики торчат. Давайте, например, Так, вот сюда веточку прикрепим. Так, можно прикрепить, например, где-нибудь еще вот сюда. Так, я, по-моему, с экрана ушла, но, видит бог, это чисто лишь потому, что пытаюсь впихнуть все, что приготовила себе заранее. Так, и давайте еще и вот этот листик будет выглядывать. То есть это будет такая, знаете, как бы листопадная тема. О, вот так. Понятно, что тут у меня немножко лишнее торчит, но ничего страшного, пусть торчит. После того, как вы прикрепили слайдеры, девчат, на поверхность, да, на липкую поверхность слайдер топа или базы, то имеет смысл, конечно же, подсушить. Подсушить те недостающие 10-15 секунд, которые мы недосушили слайдер топа или базу. После этого, конечно же, вы убираете все, что лишнее. Значит, можно, конечно же, просто ножничками подрезать, можно аккуратно бафиком. Обязательно следите за тем, чтобы ничего не торчало нигде со стороны свободного краешка, чтобы торец был всегда чистым, чтобы там можно было закрыть все это дело топом. Так, ну и теперь для хорошего сцепления вы четко должны себе понимать и отдавать себе отчет, что любые слайдеры – это пленочка, да, и пленочка не имеет остаточной липкости. Поэтому, чтобы было хорошее сцепление, неплохо было бы использовать ультрабонд в этом случае или праймер, да. То, что является, как бы, грунтовочным материалом для поверхности, для того, чтобы было хорошее сцепление. Все, покрыли. Так, высыхает на воздухе. И теперь, девчат, значит, вот здесь, на желтую территорию я хочу прикрепить шармикон. Можно даже и сюда, вот, на вершину-нибудь прикрепить. Вот, для того, чтобы приклеить шармикон, можно, конечно, убрать липкость. Но я не буду этого делать, ну, с помощью обезжиривателя, потому что я здесь слайдеры прикрепила. Поэтому, для того, чтобы работа была чистая, аккуратная, надо взять топ без липкого слоя. В нашем случае это Текласс. Топ без липкости. И мы обычно, в принципе, рекомендуем все наклеечки наклеивать на идеально гладкую и ровную поверхность. Ну, и, во-первых, как бы, очень хорошее сцепление будет у Текласса с ультрабондом, да, который мы, который мы, как бы, нанесли на поверхность наших слайдеров. Тонкий, тонкий, очень тонкий слой. Любые топы, которые вы наносите как промежуточный этап, конечно же, вы должны наносить очень тонко. Просушиваете 30 секунд. После этого приклеиваем к шармикончик, да, вот такой возьмем какую-то надпись. Уже говорила в начале нашего мастер-класса, такого простого, быстрого мастер-класса, о том, что очень такие забавные, добрые надписи. Счастье в каждой минутке. Ваше счастье, что я не ваше счастье, например, очень забавно звучит. Я не подарок, я сюрприз. Миленько. Вечериночка. Вот такое, знаете, пришла суета. Ну, чудо. Давайте, что сюда у нас поместится? Давайте смотреть вместе. Счастье в каждой минуте. Ну, чем не высказывание? Да супер. Не знаю, даже больше ничего искать не хочу. Ваше счастье, что не я ваше счастье. Да ну ладно. Пусть будут счастливы, что мы их счастье. Так, поехали. Значит, счастье в каждой минуте. На самом деле, сейчас вот смотрю глазами на пинцет и думаю, ну, ведь я так опять некрасиво делаю на экране, что я без пинцета. Я должна же делать вид, что я тут такая прямо, все у меня под руками. Все под руками, но удобно все это делать ногтями. Так, счастье в каждой минуте. Вот здесь у меня будет. Не знаю, так в руки чешутся что-нибудь еще. Это для девчонок, которые миленько. Вот, давайте приклеим миленько. Вы не против? Я не против. Да, конечно, приклейте. Я же не знаю, о чем вы говорите там, да, с той стороны экрана. Буду надеяться, что вы меня поддержали. На самом деле, это может быть просто на одном пальчике. И все остальные пальчики, конечно, просто покрыты одним цветом. Либо, например, желтеньким, либо каким-то нейтральным, либо вот этот вот красивый коралловый оттенок. Так, миленько. Все, приклеили. Видите, такая получается интересная сборная соляночка. Так, все, приклеили, прижали, девчат. Ну, и, конечно же, закрываем топом. Хотите, закройте матовым топом. Хотите, закройте глянцевым топом. У меня под ручками стоит, ой, под ручками, как я миленько про себя сказала. Так, тыкла 100 безлипкого слоя, да, гель-лаковый. Я его и буду использовать. Получается. Аккуратненько покрываем. И просушиваем. Вот такой вот вариант у нас получился, очень забавный. Просушиваем. Пока он сушится, давайте сделаем еще вариант. Хочу, например, вам предложить сделать вариант с матовой фольгой. Я думаю, что у многих мастеров есть матовая фольга. Я просто такой специально взяла, такой, знаете, вот, и очень сильно, бэушно, очень сильно. Так, присоединилась. У вас все отлично получается. Спасибо вам большое за поддержку. На самом деле, каждый раз выходишь, когда в прямой эфир, и понимаешь, что вроде как и надо, и работа у меня такая. Ну, очень сильно все время переживаю, стесняюсь и живу с кучей комплексов в этом плане. Ну, хочу быть, знаете, так глубоко в душе, как вот Вера Николаевна, Мирошниченко, все время говорит, что нужно выйти из зоны комфорта. Нужно там приучить себя и так далее. Тысячу лет работаю, тысячу лет переживаю. Ну, неважно, все. Значит, матовая фольга. Специально взяла вот такую вот изношенную, поношенную. Мне не нужно, чтобы фольга отпечатывалась очень хорошо. А вы знаете, а так как мы работаем со слайдер-топом, слайдер-топ, он с таким шикарным липким слоем, что на него отпечатывается любая фольга. И матовая, и глянцевая, и голографическая, и так далее. Самое главное, просушить его одну минуту. Так вот, чтобы фольга отпечатывалась не очень хорошо, я специально взяла, нашла у себя прям в коробке вот такую бэушно поношенную фольгу, чтобы она отпечатывалась реально кусочками. Так, ну и в основу давайте возьмем какой-нибудь, например, цвет зелененький, да? Зелененький. Опять же, возвращаю с коллекции мой импульс и возьму цвет 368. И на этот цвет буду отпечатывать темно-зеленую матовую фольгу. Давайте, такой совершенно другого плана, да, дизайн будет у нас. Так, и, например, верхняя часть ноготочка у нас будет вот такая ярко-зеленая. Нижнюю часть ноготочка можно по большому счету сделать либо очень-очень темно-зеленой, либо наоборот посочетать с каким-нибудь светло-зелененьким цветом. Сейчас мы посмотрим. Я сильно не буду как бы заморачиваться, потому что вот все, что есть под руками, ну уж понимаете, да, белый рояль в кустах стоит, типа ой-ой-ой, вот тут вот раз и случайно нашелся. Так, пока вот цвет взяла из мой импульс, да, коллекции. Вот сейчас вопросик задали. Сейчас, секундочку, девчат, я ставила типсу сейчас в лампу и врезалась в нее. Так, возвращаюсь мысленно к вам. Так, не мысленно вообще. Наталья, вы суперская, вас обожаю. Юля, спасибо вам большое. Так, первые два типса как зеленые сделаны. Так, девчат, ну вот вы сейчас вот про вот эти, да, два зелененьких типсика. Я сейчас вот этот вот сделаю вариант. Просто вот этот фон, он прикольно смотрится, реально, он смотрится по-взрослому. Это просто благодаря матовой фольге. Вот поэтому сейчас я этот вариант и сделаю. Итак, мы сделали с вами фон. Видите, вот такой вот зеленый, красивый. На самом деле можно попробовать отпечатывать матовую фольгу и на фон, прямо вот на липкость гель-лака. Но есть такие гель-лаки, на которые хорошо отпечатываются, а есть на такие гель-лаки, на которые совсем не отпечатываются. Чтобы не производить отбор, на какие печатаются, на какие нет, мы в этих случаях, конечно же, пользуемся слайдер-топом. Это наш самый любимый технический гель. У него шикарная дисперсия, на дисперсию которого шикарно отпечатывается фольга. Наносим тонким слоем. Вот видите, я тут попробовала, оно, в принципе, отпечатывается. Но есть такие гель-лаки, у которых дисперсия, знаете, такая полусухая. И сколько бы ты ни мучился, оно все равно не отпечатывается. Вот, поэтому, чтобы не экспериментировать, не пробовать и не портить, качество нашего дизайна, тоненьким слоем наносим слайдер-топ и просушиваем одну минуту. Так как все-таки минута – это довольно-таки большой срок, когда ждешь, да, пока высохнет. Так, я сейчас вот этот типсик сюда прикреплю, девчат. Видно вот этот красненький? Форму взяла такую миндальную. Вот, значит, пока, значит, сохнет одну минуту, можно еще попытаться сделать какой-нибудь очень быстрый дизайн. Например, например. Сейчас типсик прикрепляю. Так, типсик у меня готов. Ну, давайте, например, опять же. Основа бежевая. Основа бежевая. Так, ну, это вроде как камуфлирующая база, да, либо вот такой цвет красивый телесный, как в данном случае у меня, 151-й свадебной коллекции. Самый красивый цвет с мелким-мелким шиммером. Блестящим таким, золотистым. Подсушиваем. И для третьего нашего варианта, я надеюсь, мы его тоже успеем сделать. Я, кстати, вот минутка прошла, сейчас мы фольгу будем отпечатывать. Значит, 369-й такой оранжевенький цвет возьму. И вот так вот. Не надо сильно прям подробно. Можно просто аккуратненько полусухой кисточкой, знаете, так небрежно. Вот так чуть-чуть потянуть. Можно развернуть кисточку. Вот так немножко потянуть. Не обязательно, чтобы прямо цвет лег очень прям подробно, да. Вот так. Все. Там мазнула, сям мазнула, просушили. Так, ну а мы с вами начинаем отпечатывать фольгу на слайдер-топ. Если кто-то вдруг пропустил, что мы сделали. Сверху цветного покрытия я нанесла слайдер-топ и просушила одну минуту. Всегда очень поношенную, сильно-сильно поношенную матовую фольгу, для того, чтобы матовая фольга отпечаталась кусочками. Мне не надо много. Нужно совсем, вот как, знаете, такая рванина, чтобы получилось. Ну и слово, да, нашла. Очень прямо педагогическое. Так, я показывала на экран три фольги, и одну из них потеряла. Ну, в общем-то, такая молодец, Наташа. Так, мне нужно темно-зеленое, а куда я ее делаю? Она, наверное, ага, она у меня упала. Сейчас, сейчас, извиняю. Так, и вот так в промежутках более темные кусочки матовой фольги. Видите, вот так беспорядочно, абсолютно беспорядочно, но печатается очень хорошо. Так, можно даже, знаете, как сделать? Допустим, взять какую-нибудь палочку, либо кисточку, и, например, там придумать какой-нибудь незамысловатый дизайн. Так, немножечко кисточкой. Сейчас, секундочку, девчата. Так, ну, вот как-то так, например, взять прям кисточкой, видите, просто как бы до дна, да? То есть у нас же там светло-зеленый фон, придумать такие незамысловатые какие-нибудь вот так разводы. Так, до основания. Так, вот немножко линии получится. Оно просто будет потом интереснее смотреться, когда вы топом покроете. Так, все, есть. Теперь, девчат, низ, да, нижнюю часть. Можно какой-нибудь, можно банально с белым, можно взять какой-нибудь светло-зелененький любой оттенок. Можно в этот же, например, зеленый цвет добавить немножко белого. Так, где посмотреть все ваши мастер-классы? Спрашивают, где посмотреть мастер-классы? На ютубе, на странице Екатерина Мирошниченко. Туда все время выкладываются все мастер-классы, которые идут в прямом эфире. Так, и теперь аккуратненько вот я добавлю такой вот светло-светло-светло-зелененький. Даже не буду заострять внимание, что это за цвет. Хотя это цвет из капсулы. Знаете, была ли там капсула морская? Видите, вот этот вот такой морской зеленый. Значит, можно взять любой цвет. Можно, я говорю, в основу брали цвет зелененький из коллекции «Мой импульс». Можно прямо в этот же цвет добавить немножко белого, смешать и получить, допустим, дополнительный светлый оттенок. Так, ну вот таким вот образом. Просушили. Конечно же, мы будем сейчас границу делить там и так далее, разделять. Так, здесь, девчат, предлагаю покрыть слайдер-топом, чтобы тоже фольгу отпечатать. Видно, сверху вот оранжевого цвета. Я даже экспериментировать не буду. Отпечатывается на него цвет? Не отпечатывается. Ну, 30% гель-лаков, конечно, отпечатываются. Но это нужно, опять же, проверять, потыкать. А так я точно знаю, что я слайдер-топ нанесу, минутку просушу, и фольга будет отпечатываться очень хорошо. Так, у нас еще времечко есть, все прекрасно. Итак, значит, те, кто увидели, заметили, на заднем плане есть такие золотые вкрапления. Видите, там вот такие, как прожилочки золотые. Это не что иное, как отпечатана фольга. Для того, чтобы отпечатать фольгу, значит, весь фон мы перекрываем топом безостаточной липкости. И в нашем случае это Т-класс. Т-класс. И просушиваем минуту, а лучше две. Закрепляем фольгу на поверхности. Ой, сейчас у меня тут маленькая авария, сейчас, девчат. На липучечке, да, типсы крепятся, и мешка съехал. Так, итак, Т-класс. Т-класс. Покрываем тонким слоем. Мы говорим с вами про промежуточный этап. Поэтому очень-очень тонким слоем. Просушиваем одну минутку. Но, знаете, лучше даже можно и две просушить. Так, а здесь неожиданно посочетаем вот с такой матовой фиолетовой, темно-фиолетовой фольгой. Можно и черную немножко добавить, и темно-зеленую. Ну, сейчас посмотрим, как ляжет. Вот здесь вот немножко отпечатаю. Хочу, чтобы эпицентр прямо вот был в центре. Эпицентр в центре. О, вот так. Немножко сюда вниз. Даже можно было еще больше немножко фольгу потыкать, знаете, чтобы она вообще прям... Только, видите, вот даже вот несмотря на то, что фольга даже такая вот бушно-старая, все равно, как она хорошо отпечатывается большими кусками. Так, ну ладно. В принципе, хватит. Хватит. Можно еще какой-нибудь... Ну, я не буду больше. Я потом просто на слайдер наклею, и будет очень хорошо видно. Так, все. Подсушили. Теперь мне нужно добавить сюда какую-нибудь полосочку, например. Почему бы не взять шармикончик вот этот, который я говорила, да, из новой коллекции. Например, там какую-нибудь полосочку. Так. Так, это 224-й. Если хочу прикрепить шармикончик, например, вот какую-нибудь полосочку плюс надпись, да, в любом случае, конечно же, мне нужен теклос. Покрываю ноготочек теклосом для того, чтобы приклеить наклеечку. Ну, на самом деле, как бы, вопрос такой часто, который задают, обязательно весь ноготь покрывать? Да нет, конечно, не обязательно. Вы можете нанести теклос только туда, куда будете наклеивать наклеечку. Просто я вот что-то вот, мне не очень удобно, поэтому я куда попаду, поэтому лучше покрою весь ноготь. Ну, еще, знаете, такое есть... Ой, на меня клиент копал, простите. Есть еще такое глубокое убеждение, когда покрываешь тонким слоем весь ноготочек, и у тебя получается вроде как толщина ногтевой пластины по всей поверхности одинаковая, да. А так ты только где-то там покрыл, и потом, ну, это самое, в одном месте только, да, и получается, что только в этом месте появилась толщина. Так, весь... ну, неравномерно получается, вот так, заговорилась. Я разговариваю, как настоящая маникюрша. Заговариваюсь. Так, для того, чтобы поработать с фольгой, мне нужно сделать так, чтобы поверхность... Мы просушили, теклос покрыли, да, и чтобы поверхность была вот так вот матовая, чтобы уже точно наверняка фольга отпечатывалась только там, где мне нужно. И бафиком убираю блеск, вот просто буквально блеск убрать. Вот теперь я уверена на 100%, что фольга отпечатывается только там, где мне надо. Так, простите, девчата, типсик прикрепляю просто к палочке, чтобы удобно было. Отлетел сейчас я... Вот так вот. Что такое теклос? А то пропустила. Спасибо. Девчат, в теклос у нас в компании Эйми, да, у нас материалы выходят разные, и гелевые краски, и гель-лаки, и топы для классического наращивания, и топы для гель-лакового покрытия. Так вот, теклос, теклос – это топ без липкого слоя. Это именно гель-лак. Верхнее покрытие, топовое покрытие, да, это топ без липкого слоя. Вот, например, у нас на занятиях я все время говорю о том, что топ без липкого слоя. В нашем случае это теклос. У нас, например, есть матовый топ вельвет, да? В нашем случае есть матовый топ, в нашем случае это вельвет, да? Есть топ с липким слоем, в нашем случае это слайдер-топ. Вот, поэтому как бы у нас топ без липкого слоя гель-лаковый называется теклос. Так, с помощью обезжиривателя, девчат, я убираю пыль с поверхностью, Потому что мы с вами, помните, сделали цветное покрытие, покрыли теклосом, забафили и убрали вот эту пыль, которую мы запилили. С помощью кисточки 5 дробь 0, 5 дробь 0, линеарная тоненькая линеарная кисточка. С помощью гелевой краски черный тюльпан. Гелевая краска с липким слоем, на гелевую краску с липким слоем черный тюльпан. Именно на черную гелевую краску хорошо отпечатывается черная фольга. Так, взяла капельку черного тюльпана, буквально вот так, чуть-чуть на ноготочек. Видно? Чуть-чуть. Так, сейчас я кисточку вытру, а то я обязательно, понимаете, не вытерла кончик кисточки, обязательно туда вляпалась. Так, времечко у нас еще есть, целых 15 минут, да, чтобы два вариантика доделать. Так, и теперь смотрите, вот я беру капельку черного тюльпана, совсем чуть-чуть, совсем немножечко, и рисую рисунок. Значит, на этот рисунок будет отпечатываться фольга. На самом деле, опять же, можно было этого не делать. Мы просто рассматриваем с вами разные технические приемы и варианты. Так, вот сюда уйдет. Вот сюда можно еще одну линию. Это просто будут на заднем плане такие, знаете, золотые прожилочки. Не обязательно рисовать именно так же. Вы можете придумать что-то от себя, там буквально крестик на заднем плане поставить, или роспись свою. Мастер такой-то. И расписались, фольгу отпечатали, как красиво будет. Так, ну вот здесь сильно не буду увлекаться, потому что я здесь потом прикреплю какую-то декорацию, да, вот на это место, поэтому оно даже потом видно не будет. Поэтому можно аккуратненько куда-то увести куда-то. Видно будет, не будет. Я думаю, что не будет, поэтому вот в этой части будет видно, а вот уже здесь не будет видно. Так, и вот аккуратненько вот здесь вот, потому что тоже не знаю, на каком этапе где-то тут что-то будет видно. Итак, просушиваем, девчат, такую гелевую краску одну минуту. Что хочу сказать. У нас есть онлайн-платформа, да, курсы продаются. Есть технические курсы, есть рисовательные курсы. И как бы можно купить курс там с сопровождением, без сопровождения. И вот, например, мы сопровождаем, как бы если, допустим, человечек желает, чтобы курсы были в сопровождении. И часто, например, там девчонки пишут о том, что вот у меня нет такой краски, печаталась, пыталась отпечатывать фольгу там, например, там на какой-то гель-лак там или на какую-то гель-украску. Конечно, очень трудно сориентироваться. Нужно смело просто пробовать. И если вы попробуете, сделаете там, допустим, на какой-то другой материал, ну, вы поймете, получается или не получается. Правильно же? Вот. А вот, допустим, у нас вот стопроцентная гарантия, конечно же, есть у геля. И вот я, допустим, работаю в компании Эми 16 лет, да. И я, на самом деле, конечно же, не знаю много. Может быть, какие-то фирмы выпускают какую-то гелевую краску, на которой хорошо отпечатывается фольга. Ну, и, конечно, нужно пробовать. Но безотказный вариант. Если у вас нету возможности, нет желания, нет времени пробовать, возьмите гелевую краску черный тюльпан. Это стопроцентное попадание. Сто процентов фольга отпечатывается на эту гелевую краску. Так, а я тут потихонечку покаля-лякала, взяла шармикончик. Со всякими такими разделительными полосочками. Заодно полосочка еще и надпись. Так, лишнее все убираем. Так. Можно еще что-нибудь прицепить. Главное, чтобы было видно. Так, можно, например, белые буковки на черном фоне. Да, вот этот, миленько. Миленько, давайте миленько. Сам себя не похвалишь. Кто еще похвалит, да? Ой, какой у вас миленький дизайн. Ну, например. Можно было в нижнюю часть ноготочка, в верхнюю, неважно, хоть посередине. Видно? Вот таким вот образом. И вот в это место, по центру, да, мы можем прикрепить какую-нибудь тему именно с листочками. Можно, например, вот такую какую-то, да, каштаны такие интересные будут смотреться. Можно вот такую веточку, например, прикрепить. Можно будет... Можно будет... А что я гадаю? Прикреплю я каштаны. А вот здесь, например, я просто листочки прикрепляла. Смотрите. Видите, вот листочки. Они, получается, как будто бы на белом фоне. И именно на темно-фиолетовом пространстве. Видите, как хорошо видно. Можно даже, знаете, как сделать? Разделить их. Я вот, например... Да зачем делить с другой стороны? Можно, конечно, и порозиник прикрепить. Ну ладно, давайте все вместе. Так, я на мокрую салфетку положила. Мокрая салфетка. И все-таки, наверное, какой-нибудь не хочется... Как листочек, что ли, добавить. Давайте вот так вот листики возьму. Листочки. Лишнюю бумажку поубираю. Чтобы было сцепление лучше. Убираю ненужный бумажный носитель, да, который не несет в себя никакого смысла, да. Как бы меньше всяких будет вспомогательных материалов на поверхности. Ногтевая пластина. У вас классный голос. Спасибо вам большое. Ой, классный голос. Хотите, я вам что-нибудь спою? А потом кто-нибудь напишет. Лучше пойте, чем рисуйте. Или наоборот, лучше рисуйте, чем пойте. Так, значит, все это дело. Шермиконы прикрепили. Девчат, следите за тем, чтобы никогда, никакие вспомогательные материалы не торчали со стороны свободного краешка. Это очень опасно. Первое, что стирается на ногтях, это торцы. И как только топ сотрется с торца, оголится краешек шермикона, наклеечки, слайдера, он запросто может начать покидать поверхность ногтевой пластины. То есть как бы снизу. Вот, поэтому я сейчас перекрою слайдер топом. В нашем случае, да, слайдер топ для того, чтобы слайдеры прикрепить. Ну и заодно шермикончики перекроем тонким-тонким-тонким слоем. Просушиваем 10-15 секунд. Так, тем временем у нас готова поверхность, на которую отпечатываем фольгу. Я возьму обыкновенную золотую фольгу, ничего сверхъестественного. Аккуратненько на черный тюльпан, да, на липкий слой гелевой краски черный тюльпан. Отпечатываем фольгу. Фольга отпечатывается, конечно же, полностью. Безотказный вариант. Часто говорю девчонкам, что качество дизайна зависит от материалов, которые вы используете в дизайне. То есть чаще всего ты вроде бы сделал все классно, ты вроде бы нарисовал все здорово, тебе прям нравится какой ты молодец. На самом деле, и как бы берешь какой-то гель, на который плохо отпечатывается, или ты бы взял фольгу, на которую плохо отпечатывается фольга. Вот, и вроде бы ты все классно сделал, но при этом качество материала тебя, конечно же, взяло и подкачало, да, то есть как бы испортило всю общий вид, скажем так. Ты так старался, так все классно делал, качество материала не позволило тебе блеснуть своим умением. Поэтому, конечно же, девчат, качество дизайна зависит от качества используемых материалов. Когда мне говорят, что вы пытаетесь там кому-то что-то там навязать, там и так далее. Нет, на самом деле, я уверена, что есть очень много хороших материалов. И, конечно же, я, например, подписываюсь под тем, чем я, допустим, работаю, да, чем-то, что из чего дизайны делаем мы. Так, релакс. Все, фольга есть. Теперь слайдер топ нанесу, потому что я же буду по границе приклеивать осеннюю тему. Покрываем. Конечно же, постараемся это делать очень тонким слоем. Всегда старайтесь, следите за этим. Просушили. Так, ну а здесь мы решили прикрепить вот эти интересные такие каштаны. Так. Ну давайте вот так, да. Вот сюда, видите, у них такая, получается, белая окантовка, и они, картинка прям будет очень хорошо видна. Мы еще такой фон сделали, подтемненный, затемненный. Так, каштаны есть. Листочки. Ой, не знаю, что-то я уже и передумала. Мне нравится, как смотрится. А давайте я их разделю вот так вот сейчас, мы их на две части. Один повыше, другой пониже. Ну, чтобы было дорого-богато, как обычно положено в Ростове-на-Дону, все лучше и сразу. Дорого-богато. Можете, конечно, покритиковать нас в том плане, что мы бесконечно прицепляем целую кучу материалов. Но на самом деле, еще раз повторюсь, что мы, конечно же, пытаемся просто технически использовать разные декорации, потому что есть наклейки, есть вот такие прям переводные картиночки, слайдеры, чтобы можно было все сочетать на поверхности и при этом, чтобы все это стояло, держалось. Не знаю, можно было, конечно, без этого, но ладно. Выше подниму, чтобы пол листика только было. Так, конечно же, нужно все это дело подсушить. Я бафиком убираю все, что ненужное, да, мне лишнее. Ну, а на клиенте, там, где, допустим, на свободном крае, конечно, бафиком. Около кутикулы, конечно же, можно взять вообще включить фрезу, ну, машинку, да, включить, взять фрезу и спилить там то, что лишнее. Так, слайдер-топ у меня тут нанесен. А что же мне сюда прикрепить? Прикрепить. Так, ну, во-первых, я могу вот эту штучку взять. Она у меня пойдет на более светлый фон, ее будет очень хорошо видно. Спасибо большое за ответ, у нас тоже любят дорого-богато. У вас любят дорого-богато, это где, Диан? Так, листочки давайте вот такие возьму. Я просто, у меня остались остаточки слайдера, видите, и можно прям все-все-все подогнать сюда под такие вот экспресс-варианты. Так, вот этот возьму. Сюда. Да, давайте вот этот возьму. Ну, чтобы уже, знаете, к слову. С вами можно экспериментировать бесконечно и создавать крутые дизайны, маникюры на любое настроение. Да, Татьяна Владимировна, я с вами согласна. Знаете, как у нас, мне даже иногда наша школа напоминает, знаете, кружок у мелой ручки. Приходишь, и вот, я иной раз уже говорю, так сильно нервничаю всегда перед прямым эфиром, и вот уже поймала себя на мысли, что вот вроде сидишь, боишься, а потом, знаете, оно как само собой. Один типсик сделал, второй типсик сделал, и понесли ботинки Митю. И еще, и еще, и еще, и получается очень-очень много разных вариантов. Так, давайте вот так начну. На светлый фон вот такая веточка. Чуть повыше на зеленом фоне будет у меня вот такая веточка. Может быть, у вас какие-то другие есть там варианты слайдеров, не обязательно. Такие, как у нас, да? Любые листочки, кленовые листочки там всякие разные там. Ну вот так пусть будет. Я покажу, как у меня было до этого. Да, вот здесь вот с кленовым листиком было у меня, видите? Кленовый листик. А здесь вот такие веточки, которые остались у меня, не использованы. Можно все подряд использовать. Так, и все прикрепили, подсушили. Вспомнили о том, что у слайдера нету липкости никакой. Вспомнили про праймер или ультрабонд. Курский, где она живет, очень приятно. Вот Инесса пишет, что можно ультрабондом. А вы знаете, у нас вот есть вот такая жидкость, Нелпреп, да? Как она называется правильно? Там дегидратор, дегидратант, не знаю. Нелпреп. Жидкость. Вот, например, у колокутикулы мы вот, например, излишки слайдера убираем ей. Мне больше нравится, я на занятиях девчонкам говорю про то, что если, например, убираешь праймером или ультрабондом, он же липкий, и кожа остается липкая, не очень опрятная. А вот, а если, например, Нелпрепом убрать излишки, то, как бы, кожа остается чистенькая, она полностью испаряется, и работа, как бы, получается на выходе более аккуратная. Так, ультрабонд наносим на поверхность слайдера. Так. И закрываем топом. Это может быть глянцевый топ, это может быть топ матовый, но раз уже у нас фольга отпечатана, я предлагаю все-таки закрыть глянцевым топом. В нашем случае это будет... Это будет Т-класс топ без липкого слоя. Ну, любой топ, которым вы работаете, не зацикливайтесь. Все. Ультрабондом обработали слайдер, сцепление будет. Топом закрыли, просушили. Вот единственное, топ всегда сушите подольше, не сушите 30 секунд, сушите минутку, а лучше две просушите. Честное слово, будет лучше. Так, здесь у нас тоже наклеечки ультрабонд для сцепления. Так. И закрываем также топом. Ультрабонд нужно дать высохнуть буквально там одну-две минутки. Все. И закрываете топом. Вот. Пока я покрываю, очень хочется сказать в очередной раз, что я очень рада. Я тут у нас был маленький перерывчик. Две недели я не выходила в прямой эфир, так как была в отпуске. Вот. И как бы сегодня, конечно, знаете, как в школу, как первый раз в первый класс. С очень большим тревожностью и переживательным моментом, очень сильным. Надеюсь, что мы были сегодня для вас полезны. И урок этот, конечно же, будет в записи. На YouTube все это будет выложено. Вот. И если мы вам пригодились, если мы вам чем-то были полезны, конечно, мы будем очень сильно рады этому. Топы, правда, лучше сушить подольше. В вашем выходе получается суперстойкий глянец. Да, Татьяна Владимировна, на самом деле, согласна с вами, подписываюсь под каждым словом, потому что, если топ матовый и подольше его просушить, две минутки, он действительно становится менее пористым и дольше не пачкается, скажем так. Это вам для скрина, может быть, какие-то идейки для себя подчеркнете. Если топ глянцевый, когда чем дольше его сушишь, тем, конечно же, он более глянцевый, более стойкий, менее подвержен механическим воздействиям. Вот. И дольше блестит, скажем так. Татьянкина, Татьяна. Рада нас слышать. Спасибо вам большое. Спасибо вам, девчат, огромное. Спасибо. Мы с вами сегодня в прямом эфире рассмотрели, в очередной раз вернулись в коллекцию «Мой импульс» очень красивые цвета, зеленый, голубой и так далее. Смотрите, мне особенно нравятся вот эти вот, да, такие голубенькие, прикольные. Очень быстро делаются. Конечно же, коснулись темы осени и новых декораций, которые выпустила компания Эми. Вот. Попытались все это дело сочетать. И каждый раз хочется сказать, что я желаю вам удачи, побольше денежных клиентов. И будем встречаться в четверг в 2 часа. Всем удачи. До свидания. Продолжение следует...